Думская ТВ Будем говорить о реформе скорой помощи. У нас в студии Леонид Штекель, гражданский активист, журналист. Леонид, здравствуйте. Добрый день. Леонид, ну по поводу болезни говорить не будем, а теперь поговорим о скорой помощи. Пока еще рекордсментируется, нужно попытаться спасти жизнь человека. Насколько это реально сейчас? Ой, я позапрошлом году оказался пациентом скорой помощи. Это просто жуткое зрелище, потому что, во-первых, машины, которые были закуплены в свое время городом для скорой помощи, это были газели, которые покупались в... Как оказалось, в Боделаном покупался грузовой вариант без амортизаторов и без отопления в салоне. Поэтому зимой в этой скорой помощи, где я ехал, было безумно холодно. Она припитала там, я себя очень плохо чувствовал, меня просто бросало из стороны в сторону. В общем, эта скорая помощь имела только название как-то скорая помощь. Я не знаю, как сейчас, может быть, за эти два года все изменилось кардинальным образом. Ну, я вам честно скажу, не так давно ездила на рейд вместе с полицией и скорой помощью, ничего не изменилось. Понятно. Вот, я помню в свое время, я знакомый вызывал скорую помощь и приехал старый допотопный пазик. И мы возмущались, почему такой старый пазик, которому, наверное, 20-25 лет. Он говорит, вы радуетесь, что пазик. В этом пазике тепло хотя бы, это зимой было. А если бы приехала бы обычная газель, там было бы еще ко всему и холодно. То есть, информировать скорую помощь необходима, это очевидно. Да, без сомнений. То, что предлагает Ульяна Супрун. Парамедики вместо врачей. Понимаете, это очень сложный вопрос. Я был, так получилось, что я попал в больницу в Израиле, когда он находился, меня один раз везли на такси, а второй раз везли на скорой помощи. И там парамедики? Да, там и на парамедике. Они ничего не занимались. Я себя плохо чувствовал, они ничего не занимались, они просто меня отвезли в больницу. Там единственная проблема, что те, кто привозят, привезают парамедики, их пропускают вне очереди. Потому что, если человек сам приехал в больницу, то он стоит в очереди на прием. А если парамедики, то пропускают вне очереди. Ну, приезд на больницу парамедиков – очень дорогое удовольствие. Это стоит порядка 120 долларов. А что они делают? Они просто привозят вас, и все. То есть это вот… Давайте, я слушаю сейчас эту историю, от которой у меня уже сердце затрепетало. К нам присоединился Олег Муси. Здравствуйте. Доброго дня вам. Слухаю. Олег, вы слышите нас? Чую, чую нормально. Доброго дня. Олег, здравствуйте. Мы говорим об части реформы, это скорая помощь. Что это будет? Парамедики, как в Израиле, за 120 долларов за доставку до больницы, или все-таки это будет помощь на месте? Насправді, парамедики в Украине не существует взагалі, и жодного подготовленного парамедика. Почнем с этого. Тому замените зараз будь-кого на парамедиков фізично неможливо через их отсутствие. Окрім того, квалифіковані парамедики – это подготовка до трех років. Инше питание – куди ті парамедики привезуть хворого? Мають бути побудовані лікарні интенсивного лікування, де будуть чергувати і чекати парамедиків з хворим высококваліфіковані лікарі для надання допомоги. Ось сьогодні в Україні існує тільки одна єдина така лікарня. Дніпропетровська обласна лікарня Мечникова. Навіть в місті Києві він має жодної лікарні, куди можуть парамедики провести хворого. Так что, Олег, получается, это просто пустые слова? Да, тому це чергова профанація некваліфікованого параміністра Супрун, яка думає про парамедиків. Знаєте, в них все виходить пара. Я вважаю, що великим досягненням нашої швидкої екстреної допомоги, що лікарі можуть надавати на місці клавіфіковану екстрену медичну допомогу. Це набагато краще, ніж якісь парамедики, які не мають відповідної освіти, і, по суті, це ізвозчіки. Ну... В деяких місцях, насправді, це питання до обласної влади, яка закуповує чи не закуповує, відповідно, з обласного бюджету фінансується екстрена медична допомога на всю область. І, наприклад, у мене на моєму окрузі на Львівщині забезпеченість кардіографами 100% і нормальна, і достатня. Десь немає ще, можливо, самих карет швидкої допомоги. А що, якщо з'являться парамедики, то зможуть кардіограму вони зробити чи що? Ну, звісно, що ні. Вправді, це зовсім інше питання до парамедиків, яке не має відношення. Це забезпеченість апаратурою чи забезпеченість машинами швидкої екстреної медични. Реформувати скорую допомогу треба, як ви вважаєте? Я думаю, що потрібно її забезпечити матеріально належним чином і платити достойну нормальну зарплату лікарям, яка має бути через специфіку роботи як мінімум в два рази вища, ніж середня зарплата по медицині. І тоді швидка допомога буде працювати ефективно і претензій до надання чи ненадання медичної допомоги не буде. Окрім того, швидка допомога тісно пов'язана з якістю доріг наших. Тому що оця золота година привезення хворого в лікарню інтенсивного лікування чи в реанімацію, насправді рятує половину життів. І якщо швидка не буде казати, якщо у вас є бензин, то тоді ми до вас приїдемо, з одного боку. З іншого боку, по деяких дорогах, знаю, на Одещині теж, проїхати неможливо практично вчасно до хворого. Тому це комплексне системне питання. Одним парамедикам ніхто ніколи ще ніде в світі не вирішив. Действительно, парамедика – це так частина системи. Скажіть, госпожа Супрун, яку ви вспоминали, параміністр, ви сказали, наскільки вона зараз знаходиться на своєму місці? Якщо вона не знаходиться, тому що вона не на своєму місці, то як її з цього міста вбрати? І кого би ви рекомендували назначити міністром? Вона абсолютно не на своєму місці. В неї немає відповідної освіти взагалі. Управлінської освіти в неї відсутня. Мало того, вона в Україні ніколи не займалася організацією, управлінням системи охорони здоров'я. Вона працювала генлаборантом на мамографі в Нью-Йорку. І все. Ви що думаєте, що кожен американський лікар, лаборант може керувати... Я так не думаю, хто ж тоді назначив її? Це смічно виглядає. Тому вона абсолютно не кваліфікована персона. Позважайте, давайте говорим це класики. Як у Булгакова. Скажіть, хто ж назначив її тоді? Чиї це міна? Ви знаєте, після революції гідності, на превеликий жаль, зараз наступив період контрреволюції. І швондєри прийшли до влади. Ось це класичний прояв американського швондєрізму. Тому я вважаю, що те, що зараз ті, хто керують державою, це швондєри. Тому, якщо ви згадали про класику, що ви хочете від швондєрів? В них розруха в головах. Олег, але практика парамедиків, вернемся все-таки к ним, достатньо распространена по всему миру. Почему ми не можемо постепенно її внедрити? Ви знаєте, чому вона розповсюджена? Тому що, щоб підготувати кваліфікованого лікаря, йому не можна платити мінімальну зарплату 3200 чи 3700. А лікарі всюди дуже дороговартісні. Саме тому, з метою економії держави грошей, підготовка парамедика, як і звозчика, йому можна платити зарплату, наприклад, в півтори тисячі чи дві тисячі доларів. При тому, що лікар отримує 20 тисяч доларів, саме тому існують парамедики. А в нас же ж зарплата лікаря і мінімальна зарплата парамедика чи санітарки дорівнює одна одній. Тому це ідіотизм і непрофесіоналізм, ці підготовці кадрів. Ось такі ідеї, замінити лікарів, кваліфікованих, на некваліфікованих парамедиків. І що ми з цього виграємо? Услушали вашу позицію. Благодарим за те, що нашли можливість присоединиться к роботі в нашій студії. Олег Мусий, народний депутат України, був у нас на телефонній связі. Я хочу подивитися, що говорив Мусий. Дело в тому, що коли в Ізраїле, я вже був два разу в больниці там, там действительно постоянно работает оперативний центр по прийому больних. У мене було дуже плохо ночі, два разу. Один раз я приїхав на такси, другий раз на скорой. Своєго роду прийом на відділі? Да. Там, в отличие от нас, там действительно осуществляється полний прийом. То есть вони, в тому числі, осуществляють лічение. Они принимають решение, лечат людину в больницу или просто ему оказывають помощь, а он уїжджається до дому. Все це вопрос денег. Це все вопрос денег. То есть, человек може приїхати, його може положити в больницу, человек може приїхати, може быстро влечити, дати йому лічение і відправити його до дому. То есть, це все осуществляється прийом на покой, круглые сутки, 24 часа, і работает несколько врачей. Это действительно, вот он здесь совершенно прав. То есть, есть действительно центр оперативной работы, и я вот сам сталкивался с этим, я просто знаю, что это действительно реальная работающая структура. Ну а можно ли внедрить парамедицину в Украине? Понимаете, вот я здесь, здесь я абсолютно согласен с тем, что он говорил. То есть, у нас медицина возникла, почему вообще скорая помощь сейчас возникла? У нас скорая помощь возникла, потому что у нас дороги такие, в Советском Союзе имеется в виду, потому что у нас не было системы вот этих вот приемов врачей. То есть, у нас было ясно, что нужно того, чтобы реально помочь человеку, врач, который приедет, он должен все всем этим разбираться. Поэтому у нас была избрана система, что у нас врачи ездят по домам вместе с машинами. Во всем мире скорая помощь, это действительно вот из-за экономии врачей, я с ним совершенно на 100% согласен. Это просто те, кто доставляют. Если нужно что-то, экстренная помощь, то есть, они могут там оказать первую там скорую помощь, но это не врачи. Это в лучшем случае, как фельдшеры, там, санитары и то, не более того. Поэтому это вопрос, связанный, опять-таки, вопрос денег. Это вопрос денег, вопрос денег, который тратится на медицину. Хорошо, но и постепенно же может внедриться эта система в Украине, менять не только скорую помощь, но в целом саму медицинскую систему. Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, при наших дорогах и при наших скорых помощях это будет фикция. Слушай, ну даже если дать им хорошие дороги, дать им хорошую машину, хоть внедорожник, Лексус, я не знаю, люксовый. Нет, нет, дело не в момент. Куда они везти будут? Вот момент. То есть, нужно, во-первых, должен быть оперативный прием больных. Сейчас то, что происходит в больницах, это ничего общего не имеет с тем, что должно быть. То есть, есть какое-то дежурное отделение, где лежите до утра? Да, там, в лучшем случае врач послушает. Ну это совершенно... То есть, это, понимаете, работаю в Израиле, например, работало 4 бригады. Там, вот в этой больнице, где я был. 4 бригады работали, принимали всех людей. 4 врача, 4 санитара, 4 медицины. То есть, там целая группа людей работала постоянно, принимала людей. А у нас же этого ничего нет. У нас в лучшем случае есть один дежурный врач. Это в лучшем случае, вы правильно сказали. Поэтому ситуация такая, она не позволяет. То есть, сейчас для того, чтобы врачи не оказывали помощи, привозили в больницу, в этом случае необходимо коренным образом изменить всю систему приема. То есть, она должна быть настроена. Понимаете, даже больницы не настроены на то, чтобы оперативно принимать людей. Она должна быть иначе построена больница. Должны быть иначе количество входов, количество туалетов в приемном покое. То есть, вот такая вот вещь. Количество коя, как эти койки выделяются. То есть, это все полная структура, полная и другая, иная структура приема больных. Абсолютно. Давайте посмотрим небольшой информационный сюжет, который подготовили наши коллеги. Прошу вывести материал. Реформа скорой помощи. Вместо фельдшеров теперь будут выезжать парамедики. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Обучиться на парамедика можно будет за 4 недели. Рабочие задачи – поддержание жизни пациента на до-госпитальном этапе. В отличие от врачей-неотложки, парамедики будут иметь более узкую специализацию и не смогут ставить диагнозы. Они будут проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечение и оказывать первую помощь при ожогах. Что смогут делать парамедики, приехав на вызов, и что у них будет в чемоданчике, пока неизвестно. Также нет протоколов оказания помощи. Элементарные манипуляции – укол, кардиограмму – парамедики сделать, конечно, смогут. А вот правильно прочитать, что показывает кардиограмма, чтобы на месте принять решение, уже нет, так как это под силу только опытному врачу. Такая система уже действует во многих западных странах. Так, например, в США в составе врачебной бригады нет врача общего профиля. На вызовы приезжают парамедик и техник-водитель. При этом кареты скорой помощи оснащены по последнему слову техники. Компьютер, GPS, радиосвязь и все возможные приборы для поддержания жизни больного. Однако, такого оборудования в Украине пока нет, заявляют сами врачи. Давайте перейдем все-таки к рыбе нашей. Хвост, парамедики, приемный покой и так далее. Давайте приблизимся к голове, которая принимает решение, которая, по всей видимости, уже не свежая. У нас давняя проблема с главой, собственно, медицинской всей службы Украины. Она, во-первых, отсутствует как таковая. И, как сказал депутат Олег Гусей, это пара-министр. Может быть, к министра поменять? А если да, то на кого? Я хочу сказать, что вообще, в принципе, это моя позиция, что у нас все попытки реформирования начинаются не с того, что должно было быть сделано. Любая попытка реформирования, я уже об этом говорил, в этой студии в том числе, сначала проводятся исследования, что у нас есть, в чем являются узкие места той проблемы, которая у нас есть. У нас ничего нет, что исследовать? Нет, нет, это не так. Ведь существует, ведь как-то люди лечатся. То есть, как это происходит? Благодаря чему люди лечатся? Как это происходит? Что они реально платят? Кому они платят? Лечатся вопреки, а не благодаря чему. Так нет, ну даже вопреки. То есть, существует, понимаете, даже если это серая система, черная система, она какая-то есть. Вот надо понять, какая она сегодня есть. За счет чего эта система действует? За счет чего эта система сегодня помогает лечиться? И нужно не пытаться снести все до основания, а потом построить новое здание на пустом месте, потому что это здание будет рухнуть сразу. А нужно понять, в чем плюсы и минусы того, что есть сейчас. Что можно улучшить, что ухудшится. Способен ли сделать тот человек, который возглавляет сейчас медицину в Украине? У нас ни в одной сфере это не делается. Ни в образовании, ни в культуре. Давайте перейдем все-таки к медицине. Ну, то самое. Ваша характеристика вообще, госпожа Супова? Я не являюсь специалистом в области медицины. Я считаю, что та реформа медицины, которая делается, она делается с дом, построенный на песке. То есть, как бы идеи, которые озвучены, они вроде бы хорошие, но на самом деле оно все сделано совершенно. Вот понимаете, вы взяли, построили небоскреб на песке, он рухнет. Вот здесь такое ощущение, что мы строим дом на песке. Мы не знаем вообще, что он находится в основании. Говорит ли это о квалификации все-таки главы? Ну, конечно, говорит. Но квалификации вообще всей системы реформирования в стране, а не только медицины. Я не считаю, что медицина отличается. Я не считаю, что реформа образования, она просто менее болезненно будет для людей. Вот недавно я прочитал, что эксперты поставили образование нашему двойку. Эксперты провели оценку системы образования и поценили ее в 2,26 балла. По пятибалльной шкале. Понимаете? С медициной еще хуже будет, я думаю, ситуация. Потому что на самом деле все это делается, чтобы лишь сократить выплаты из бюджета. Все, что хорошее там делается, оно все придумано в декларации. Все, что плохое там делается, сократить выплаты из бюджета на эту сферу. Потому что денег в стране нет. Будет реализована идея парамедиков в Украине? Я думаю, что да. Эффект будет, конечно, хороший. Я имею в виду в смысле, что люди... Ну, скорая помощь вообще будет использована только как такси. Это стопроцентно. То есть в Израиле, я говорю, вот я столкнулся с этим, что 460 шекелей нужно было заплатить, если вы приехали в больницу на скорой помощи, и при этом вы не остались в больнице. То есть вы платите. Если вы остались в больнице, то вы не платите. Ну, это для тех, кто имеет страховку. Если я как иностранец, то я, естественно, должен заплатить за все это. Но там, здесь ситуация в чем? Парамедики только поддерживают жизнь в случае реанимации. Вспылищая, все совершенно правильно сказано. И они привозят в больницу. Все, больше ничего. То есть такие реаниматологи? Нет. Их задача поддержать жизнь в случае такого... До встречи с врачом. Да, до встречи с врачом. До встречи с покой. И в покой люди попадают вне очереди. Это очень важный момент, потому что там бывает, что в больнице много людей. И вот я, допустим, когда на такси мы приехали, то мы там стояли, сидели больше часа. Ждали, пока примут. А когда на скорой помощи, то сразу, сразу вот тут. Но это вот такая вот... Это все деньги, понимаете? То есть в данном случае вопрос скорой помощи в Израиле, это вопрос денег. Вы платите за это, вы получаете быструю доставку в больницу, вас быстрее смотрят. Вы приезжаете сами на такси, это дешевле, вы не тратите на это денег. Но вы тогда ждете. Понимаете? То есть вот этот вопрос чисто, чисто... Это не вопрос медицинский, это вопрос чисто денежный. Это вопрос системы и финансов. Да, конечно, да, конечно, да. Спасибо, Леонид. Благодарим за то, что пришли сегодня к нам. Леонид Штекель, гражданский активист, журналист, был нашим гостем. Уходим на рекламу, после вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова